Кинг Бразерс Продакшнс представляет Метеж Приготовить пушки, стрелять только по команде Фильмы снимались Марк Стивенс, Анджела Лансбурри, Патрик Ноулс, Джин Эванс, Рис Уильямс, Роберт Остерло, Питер Брокко, Эммерсон Триси и другие Капитан, вы проиграли, сдавайтесь Как капитан корабля, прошу не оскорблять американских моряков У вас ровно три минуты, чтобы принять решение Выстроите своих людей Выстроить команду Композитор Дмитрий Тёмкин Имя? Эдвард Джонс Родился в Ливерпуле, не так ли? Да, но я американец, живу в Бостоне Британец остаётся британцем навсегда и никак иначе Композитор Дмитрий Тёмкин Режиссёр Эдвард Дмитрик Так больше не может продолжаться Мы не можем спокойно смотреть на то, как американских моряков стаскивают с кораблей и превращают в слуг британцев И они уже не увидят своих семей Океан, что омывает эти свободные берега, должен быть свободным Таким его создал Бог И право плавать в нём есть у всех, независимо от национальности Но какова ситуация сегодня? В этот самый главный момент британский флот зашёл в нашу гавань и захватил наших моряков Господа, мне придётся прервать вас, потому что у меня сообщение чрезвычайной важности от Конгресса Соединённых Штатов Америки Вчера, 10 июня 1772 года, было объявлено о начале войны между нашей страной и Великобританией Я хочу попросить у вас самый быстроходный корабль Попросите капитана Маршалла пройти в мой офис, пожалуйста Хорошо Капитан Маршалл, мистер... Привет, Кэлли Спасибо, что пришёл, Джим Полковник Мартис, это капитан Маршалл Приветствую, сэр Добрый вечер, сэр Приехал из самого Нью-Йорка Дорога пролетела незаметно Проспал почти весь путь Мистер Парсон сказал мне, что вы капитан быстроходного судна Это так? Кэлли Кэлли знает, он сам его построил Джим, как скоро Конкорд будет готов к отплытию? Через 24 часа, что? Группа французов готова дать нам 10 миллионов золотом Достаточно, чтобы построить флот и дать бой британцам Президент Мэдисон отправляет за ним корабль Почему французы сами его не привезут? На данный момент Франция не воюет с Англией Это частный вклад пожертвования французских граждан Правительство оскорбит британцев, позволяя французскому кораблю доставить деньги Справишься? Учитывая, что британский флот оккупировал гавань, а французский берег будет заблокирован Когда вы туда доберётесь? В общем, сложно будет не залезть туда полковник, а вернуться с 10 миллионами золотом Это большой риск Это необходимый риск, Джим Он может решить исход войны Так что... Может, нам и удастся, но только с помощью одного человека Не хочешь позвать советника, прежде чем я его назову? Игорь. Так что уже не  Хорошо. Игорь. Это поставщик. Что отделяй-то, что Джим! Джим Маршалл, не может быть! Я слышал, ты попался британцам. Клянусь, слухи всегда преувеличивают. Дамы, позвольте представить капитан Джим Маршалл, который не спускает паруса даже в бурю. Не учи меня, Бен. Точно. Учитель и ученик, да? Да. Пришёл бы пораньше, и тебе бы девочка тоже досталась. Ты в своём репертуаре. Но нам нужно поговорить, это очень важно. Вам придётся уйти, леди. Он будет меня ругать. Я не говорил вам раньше, это страшный семейный секрет, но капитан Маршалл на самом деле мой дедушка. А теперь скажите пока. Пока. Тебе напоминает Джим? Элеонору. Посмотри получше, Джим. Ты не видишь схожесть? С кем? С Лесли, с кем же ещё? Патриция, да? Марго. Прекрасные манеры. И Миртл. Роза моя. Я отвернул его. Спокойной ночи, дамы. Ты так и не смог её забыть. Я забыл четыре года назад, когда она меня бросила. А портрет я храню, чтобы помнить, как хорошо я забыл. О чём ты хотел поговорить? Идёт война, Бен. Так вот, вот что это за шум. Они отправляют мой корабль прорывать британскую блокаду. Без тебя я не справлюсь. Я два года не ступал на палубу. Никто не доверит корабль человеку, которого выкинули с флота. Даже если это и был британский флот. Снова быть капитаном судна? Уверен, совет протестовал, когда всплыл моё имя. Что ты сказал им, Джим? Что я знаю тактику флота и величество не хуже самого Нельсона? Даже больше, Бен. Не сомневаюсь, Джим. Когда выходим? Куда плывём? Конкорд загружают, и мы выплываем на рассвете. Цель — Франция. Франция. Думаешь, она ещё там? Да, она в Париже. Возможно, ты её увидишь, Бен. Однако есть одно «но». Ты не будешь капитаном. Ты будешь моим первым помощником. Понятно. Прости, я не понял. Учитывая все обстоятельства, я должен отказаться. Бен, я хотел, чтобы тебе дали корабль на совет, и слышать об этом не хотел. То, что я стал кредит, то, что я стал капитаном в 22. Самый молодой капитан во флоте Величества. Поздновато мне быть первым помощником. Бен, эта страна тебя приютила, когда ты в этом нуждался. А сейчас твоя помощь. На твою помощь. Ты не можешь отказаться. Хорошо, Джим, но у меня два условия. У меня будет время повидаться с Лесли, когда мы будем во Франции, и я сам подберу артиллерийскую команду. Мы без драки не обойдёмся. Разрешаю, мистер Олдридж. Спасибо, капитан. Отплываем с приливом завтра ночью. Собери команду и свои вещи. Команда внизу, мне их только нужно позвать. А что касательно вещей... Первый помощник, Бенджамин Олдридж, докладывает, сэр. Тихо! Спасибо. Редлик, Перишем. Крюк, ты пьян? Нет, сэр, ещё не в крайней кондиции. Выстрои их. Я хочу с ними поговорить. Да, сэр. Поднялись. Ты что? Ты пьян? Я разочарован в тебе. Ладно, иди туда. Так, встали, встали. Капитан артиллерийской части, команда готова, сэр. Рад, что вы всё ещё можете развлекаться, ребята. Но сейчас у нас есть работа. Работа, из-за которой вам придётся покинуть берег. Они должны быть на борту «Конкорда» через час. И вы встретите нового командира, капитана маршала. Вы с нами не идёте, капитан? Я буду первым помощником, ответственным. Какую команду? Искую команду. Ещё вопросы? Второй в команде? Ты меня слышал? Доставь их на борт. Хорошо, сэр. Так, ребята, на корабль. Покажем, че вам поим. Что он задумал? Что? Второй в команде. Это не похоже на него. И кто этот мальчуган, капитан Маршал? Чего это ты такой подозрительный, мистер Редлейк? Думаешь, капитан не знает, что делает? Всё равно это странно. Доверяй капитану. Он и пьяный, и умнее, чем многие в трезвом виде. Тут что-то не то, я чую. Прорывать блокаду? А он даже не упомянул место назначения или груз. Рано или поздно капитан всё расскажет. А пока что заткнись и собирайся. Рано или поздно капитан. Берни, подтяни ещё. Что ты думаешь об этой штуке? Ты не слышал, как капитан говорил об этой подводной штуке? Да, слышал, но я думал, в нём говорил грок. Это штука то, что под водой будет плавать, да? Конечно, будет плавать. Двое внутри, педалями двигают эти винты, а дышат через трубы. Это против природы, крюк. Меня никто не затащит в этот чёртов гроб. Плавать под водой не по-христиански. Капитан Маршалл, погрузка закончена, сэр. Хорошая работа. Должны успеть. Мы должны выплывать. Тихо, никаких колоколов. Мы будем дрейфовать. И мистер Хеккетт. Нет колонии звука, если что-то срочно нужно, пусть шепчут. Чувствую британцев. В этом тумане у нас есть шанс. Британский корабль, без сомнения. Меняй курс. Хватит. Мистер Хеккетт, людей на панте. Готовьтесь плыть на всех парусах по моей команде. И пусть ведут себя очень тихо. Капитан, к нам приближается большой корабль. Сбросить скорость. Сбросить скорость. Нехорошо, мы задерживаемся. Придется бежать, Бен. Я знаю, этот корабль, у нас нет шансов. А как насчет той штуковины, что ты привез? Они нас потопят, прежде чем мы ее запустим. Есть идея. Как проскочить без драки? До корабля 90 метров. Услышите его в воде. Плыви прямо к нему. Ты плывешь быстрее него. Хорошо. Хорошо. Вы подождете меня, капитан? Мы подберем тебя сразу после взрыва. Подойдет. Удачи. Спасибо. Эй, кто там на корабле? Ответим, Бен. Британское судно. Русалка. Капитан Кевенолл с продовольствием в Канаду. А вы что за корабль? Это британский корабль «Бригантина». Эй, подайте сигнал. Подайте сигнал. Слышите? Больше не останавливаемся. Эй, вы! Остановитесь для проверки. Здесь зона блокады. Остановитесь для проверки. Зона блокады. Получилось. Приближается еще три британских корабля. Близко стоят. Плывем на всех парусах. А вы получили приказ, мистер Хорд. Простите, сэр, но командует капитан Маршалл. Мы же не можем стоять, Джим. Нужно подождать. Ударь в колокол. Но ты выдашь нашу позицию. Я пообещал бы. Мы должны сматываться. Ты усложняешь ситуацию. Все готово к отплытию, сэр. Поднимите его сейчас же и отплываем. Плывем на всех парусах. Плывем на всех парусах. Курс держим на север. Да, сэр. Хорошая работа, Ред Лейк. Спасибо, капитан. Спасибо, что подождали. Отнесите его вниз и положите там. Да, сэр. Джим, глупо было так рисковать. Учитывая обстоятельства, это было необходимо. Вся миссия была под угрозой из-за одного человека. Я дал слово и сдержал его. Но это война, друг. Даже на войне нельзя предавать своих людей. Давай оставим это. Пошли вниз. Нам нужно проложить курс. Что думаешь? Это сумасшествие. Похоже на то. Дело серьезное. Кто-то говорил с Олдриджем? Нет, а что? Мы плывем во Францию. Это логично. Секретная миссия в военное время? Плывем без груза? Ты не хочешь знать, почему? Не особенно. А я хочу узнать. Ну уж нет. Каюта капитана прямо под нами. Спустись и посмотри. Я крикну, если кто-то будет идти. А как насчет местной агентуры? Ты прав. После того, как мы прорвем блокаду, самое сложное будет поднять эти 10 миллионов на борт. Да, такие деньги в кармане не унесешь. Мы что-нибудь придумаем. Что они сказали? Что ты услышал? 10 миллионов с золотом. С золотом? А где? Мы заберем его во Франции. Ты сам слышал. 10 миллионов. Мальчики должны это услышать. Давайте не спешить, мистер Редлейкс. Парням всегда сможем сказать правда. Но сначала посоветуемся с капитаном. Хочет быть с нами? Отлично. Но если нет, тогда... Капитан! В чем дело? Если вы хотели меня видеть, почему не пришли в каюту? Простите, капитан. Это может выглядеть подозрительно, так как капитан Маршалл ходит туда-сюда. Что скажешь? Совсем не как на флоте. Человек должен знать свое место. Чему это вы клоните? Скажем так, если возникнут какие-то проблемы на квартер-деке до конца поездки, мы хотели бы знать, на чьей вы стороне. Как и остальная команда. Почему вы решили, что на квартер-деке будут проблемы? Два капитана – это плохой знак. И 10 миллионов с золотом. Что угодно может с ним случиться. Сколько человек об этом знают? Я и Редлэг – это все, сэр. Если вы расскажете кому-нибудь еще, я обвини вас в мятеже. Это понятно? Можете нам берить, сэр. Ни звука. Даже собственной матери. Я унесу с собой в могилу эту тайну. Миллионы. Пять миллионов. Так. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Отойди, дай ему место. Не видишь, что ты мешаешь? Дайте ему вздохнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. Может, тебе помочь? Подними мне ноги. Мне нужны еще и пальцы ног, чтобы все посчитать. Использую это и крюк. Ну, что пятерня в любое время. Я никогда раньше не считал миллионами. Всем на палубу, лоботрясы. Нужны все руки, чтобы поднять паруса. Это работа обычных моряков. Вот они пусть этим и занимаются. Я передам ваш ответ капитану. Не думаю, что он будет доволен. Ладно, пойдем. Лучше не привлекать к себе внимание. К тому же, мы же не хотим, чтобы с кораблем что-то случилось сейчас. Не так ли, ребята? Ладно, 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 ладно. Капитан Олдридж и я идем сами. Если не вернемся до полуночи, заходите в Гавань. Скажи команде быть готовой. Да, сэр. Только двое едут за золотом? Похоже. Думаешь, мы можем доверять Олдриджу? Мы нужны капитану. Без нас он далеко не уплывет. Не беспокойся, Редлэйк. Я не об Олдридже беспокоюсь. Это капитан Маршалл. Он говорит мягко, но натура у него твердая. Твердая. Я его мягко подвешу на крюки. Да уж. Точно. Их еще не видно? Ни следа. 24 часа. Они уже должны были вернуться. Заходим в Гавань. Таков был приказ капитана. Присмотри за людьми Олдриджа. С ними могут быть проблемы. Здесь есть команда Олдриджа. Мистер Партер. Великая и ужасная команда капитана Олдриджа. Они не общаются с обычными моряками. Мы слишком жалки для них. Тогда где они? Они сдали службу и пошли играть. Играть? На что? Ставки тысячи золотых на карту. И у них все серьезно. Редлэк записывает, кто выиграл, а кто проиграл. Что ж, они, наверное, сходят с ума. Эндрю, сходи вниз. Приведи нескольких из них на баркас. Вы хотели меня видеть, мистер Февришем? Сначала я удвою ставку. Пять тысяч золотых. Запиши пять тысяч золотых. А сейчас, мистер Февришем, я удвою десять тысяч. Сколько там у меня осталось? Изначальная ставка была тысяча. Ты проиграл пятьдесят тысяч. Еще десять. Десять тысяч. Ты не сможешь этого сделать. Почему не смогу? Это мое. Мы договорились, что никто не может поставить больше половины своей доли. Иначе тебе станет неинтересно принимать участие в мятеже. Больше не повторяй это противное слово. Вы что-то ищете, мистер Эндрюс? А вы подслушивали мистер Эндрюс? Это нехорошо. Я ничего не слышал. А по-моему, он все слышал. Мы не можем его отпустить. Примем к себе. Вы не хотите быть в доле, мистер Эндрюс? Конечно, конечно, я с вами. Но доли уже равны. Я не хочу считать заново. Вы можете мне верить, я ничего не скажу. Кто отправил тебя вниз? Я просто... Я хотел пить, вот и все. На, пей. А сейчас, мистер Февришем, до того, как нас так грубо прервали, сколько вы ставили? Это твоя игра, Крюк. Да. Будем за ними следить сегодня. Всем на палубу! Пошли. Это они. За ними гонятся. Крюк, готовь пушку. Да. Нас задели. Должны дотянуть. Пригнитесь, леди. Готов. Давай, поторопись. Чуть повыше. Готов. Оно должно быть в сундуках. Да, в сундуках. Грузите все на борт и поднимайте якорь. Да, сэр. Простите, мэм, вы в порядке? Отведи ее вниз. Мой чемодан будет в порядке? Мои люди втащат его на борт. Плывем на всех парусах. Курс держите на запад вдоль берега. Наши друзья могут вернуться. Да, сэр. Мой дорогой капитан. Лесли, Лесли. Как часто я повторял это имя, когда ты была далеко? Если переговоры сорвутся, мы погибнем. Но, по крайней мере, мы вместе умрем. Никогда меня больше не бросай, Лесли. Больше никогда. Я так горжусь тобой. Это прекрасный корабль. Мы сможем начать заново. Мы построим свою жизнь в Америке. Мы отплываем, я должен быть на палубе. Я переоденусь. Когда ты увидишь меня в следующий раз, я буду так красива, что ты меня не узнаешь. Простите, ты нужен мне на палубе, помочь с навигацией. Я сейчас подойду. Если будем плыть вдоль берега, они могут нас не заметить. Это будет чудо. Берег кишит британскими агентами. Я хочу поблагодарить вас, мэм. Без вас мы бы не связались с нужными людьми. Сожалею, что вы оказались на борту. Как только опасность минует, вы сможете вернуться. Думаю, капитан Олдрич не успел вам сказать, что я не спущусь на берег. Я плыву с вами. Мэм, это невозможно. Как только... Джим, учитывая, что британская разведка дышит я в затылок, я думаю, что... Минуточку. С каких этапор капитан Олдрич подчиняется первому помощнику? Простите, мэм, но я капитан этого корабля, не капитан Олдрич. В этом плавании я первый помощник. Почему не сказал этого в гавани? Джим, если ты высадишь её на берег, я пойду с ней. Я тебя привяжу, если придётся. Придётся. Готовьтесь, мэм. Великий капитан Олдрич подчиняется приказу мальчишки. Лесли, только так я мог тебя увидеть. И что у тебя за прекрасная жизнь? На что? На зарплату первого помощника? Вперёд, выпейте пару стаканчиков, капитан Олдрич. Утопи свою горечь, как обычный моряк. Но выпивка не смоет ложь, которую ты сказал мне. Я сказал это, потому что люблю тебя. Это была любовь, когда ты потерял свой корабль. У тебя были миллионы, миллионы. Выпей ещё. Достаточно. Достаточно? Может, для тебя, но не для меня. Я ухожу с этой посудиной и с твоей жизнью навсегда. Иди. На этот раз я тебя не буду останавливать. Уходи. Ваши вещи, мэм. Можете нести их обратно, я ухожу. Вы не слышали меня? Я сказала отнести их на палубу. Вы их не откроете, мэм. Или вы нам не доверяете? Мы очень близки к капитану Олдриджу. Убирайтесь отсюда, оба! На вашем месте, я бы этого не делал, мэм. Не хотелось бы делать вам больно. Давай сами откроем Редлэк и посмотрим. Посмотрим, что там. Вы оба сумасшедшие. Его здесь нет. Так я и знал. Тысячи чертей. Вы должны были его привезти. Где оно? Мы бы не отплыли без него. Не знаю, о чем вы. Где что? Золото. Десять миллионов. Золотом, ради которых мы и приплыли сюда. Так вот вы о чем. Тогда вы знаете о нем. Конечно. Я думала, это только разговоры. Если оно не в чемоданах, то где? Должно быть на борту. Они забрали то, зачем пришли на берег до меня. Вы якорь не теряли? Что вы сделали с тем, что они принесли? Бросили в четвертое хранилище. Мы можем туда заглянуть? Мы можем попытаться, но это не место для леди. Если якорь то, что я думаю, я могу забыть, что я леди. Золото. Десять миллионов золотом. Вы грязные. Вы не брились неделями. Но, кажется, я вас обоих обожаю. Я, как настоящий моряк, всегда питал слабость к якорям. Меняй курс. Юг, юго-запад. Юг, юго-запад, сэр. Мне жаль, что так вышло с Лесли, Бен. Все, что не делается, все к лучшему. Может быть, она присоединится к тебе позже. Лесли делает только то, что хорошо для нее самой. Она собирается вернуться в Париж сейчас. Внимание, паруса на горизонте. А вот еще один маяк. Они должны были его заметить. Сигнал британцев. Пора бежать, нам нужен отрыв, пока нам не сели на хвост. Иди вниз, Бен, и держи курс как можно ближе к берегу. Может, потеряем их с рассветом. Да? Бен? Бен, я тебя обыскалась. Первый помощник, занятой человек. Прости, что я обидела тебя, Бен. Прости, я не хотела. Просто разочаровалась. Мы так хорошо все спланировали. Нашу жизнь в Америке. Прости, Бен, пожалуйста. Это не важно. Я был не прав, я лишь неудачник. Не говори так, ты не неудачник. Ты мой капитан. Во Франции я так мечтала о будущем с тобой. Я хочу помочь тебе осуществить твои мечты. Слишком поздно, Маршал высадит тебя на берег при первом удобном случае. Дорогой ты недооцениваешь, женщин. Капитан Маршал делает так, как ему удобно. А если бы ты был капитаном, я попросила бы тебя не высаживать меня. Ты бы мне отказал? Ты бы мне отказал? Ваш пленник сбежал, капитан. Вы не мой пленник, вы мой гость, мэм. О, так это американская вежливость оставлять своих гостей там, где до них могут добраться враги. В моих руках ответственность за этот корабль, за его команду и очень важную миссию. Я должен устранить все опасности. Я одна из опасностей? Женщине не место на корабле в военное время. Место женщины? Как на войне, так и в мирное время рядом с мужчиной. А вы когда-нибудь любили капитана? Так что каждый день, каждый час без этого человека смерти подобен. Я рад, что вы любите Бена так сильно. Он потерял покой, когда вы его бросили четыре года назад. Четыре года назад я была не права. А в этот раз я хочу все сделать правильно. Я ему очень нужна. Вы его друг, и вы можете ему помочь. Он начал много пить. Я организую вашу встречу в Америке, когда закончится война. А пока что я ничего не могу для вас сделать. Паруса впереди! В какой стороне? В южной четверти, сэр! Большой, быстро приближается. 74 орудия. Держать медленную скорость. Понял, рулевой. Это «Аврора», самый быстрый корабль флота. Куже быть не могло. Сможем уйти? С таким ветром? Шансов нет. Готовьтесь к сражению, да, сэр? Пойдем, нужно посмотреть карты. При дневном свете мы как на ладони. Вошли в диапазон стрельбы. Смотри сюда, Джим. Посмотри на этот кусок. Два южных побережья. Это 7 километров к югу. Мы здесь. Четыре года назад корабль под моим командованием сел на мель вот в этом месте. Этого нет на картах, я проверил. На картах написана глубина в 12 метров. Но я думаю, там около 3-3,5. Предлагаю плыть к берегу. Потом повернуть на юг и плыть в открытое море. «Аврора» пойдет на перехват. Остается надеяться, что она сядет там на мель. Какая у «Авроры» просадка? Около 5,5 метров. Придется рискнуть. Я скажу, чтобы... Он приближается очень быстро, сэр! Учитывая ситуацию, мы можем не дотянуть до берега. Мистер Паттер! Давайте, ребята, а то окажемся на виселицах. Я не промахнусь. Хорошая работа. Мель! Мы на мелководье, капитан. Я знаю. Держите курс. До дна 3 метра. Через 5 минут «Аврора» будет стрелять из боковых орудий. Один с половиной. Прошли! Все хорошо. Аврора здесь не пройдет. А мы? Застряли. Что там? Прошли? Да, все в порядке. Нас почти догнали. Через 5 минут мы попадем под боковые орудия. Будем маневрировать. Руль на 3 градуса. Нужно облегчить корабль. Выбросить пушку. Давайте, ребята. Быстро. Снимаем крепежи. Отпускаем мальчики. Внимание. Пока, крошка. Давай, всем отойти. Веревку. Веревку мне. С дороги. Поднимайте нас. Тяните веревку. Веревку. Нам очень не повезет, если он не сядет на мель перед следующим залпом. Могу я предложить тост? Моя прекрасная, очаровательная гостья, раз она всегда развеяла миф о том, что женщина на корабле – это к беде. Благодарю, капитан. От имени всех женщин я принимаю эту дань. За успех нашего предприятия. Теперь моя очередь. Вместо тоста, это моя неприятная обязанность напомнить капитану Маршалу, что сегодня он сделал большую глупость. Рискуя потерять корабль и собственную жизнь, он спас меня. Капитан Маршал, то, что вы сегодня сделали, было очень безответственно. Однако, все, что я могу сказать… Спасибо, Джим. Выговор принят, но благодарность лишняя. Ты бы сделал для меня то же самое. Сделал ли? Интересно. Может, кто-то и сомневается, но только не я. Капитан Маршал, на палубу! Боюсь, это меня. Извините, я оставлю вас двоих. Ты очень подружился с капитаном Маршалом, да, Бен? Почему бы и нет? Он напоминает меня в молодости. Когда-то и я строил планы, мечтал быть командующим флота. Это в прошлом. А я думаю о будущем. Много думаю о нашем будущем. За будущее. Дружба не должна нарушать твои планы. О каких планах ты говоришь? Что ты имеешь в виду? Как же? О тех золотых обещаниях, что ты дал мне в Париже. Хочу, чтобы ты их сдержал. Ничего странного не находишь в том, что я не сошла на берег. Я узнала о якоре. Кто тебе сказал? Твой мистер Крюк не такой секретный, как ты. Я его задушил. Не торопись. Лесли, признаю, я обдумывал такой план. Но я этого не сделаю. Нет. Ты изменился, стал мягче. Я устал быть неудачником. Капитаном, известным за то, что украл корабельный бюджет, чтобы оплатить долги женщины. Этот мальчик дал мне новый шанс. Соединенные Штаты мне доверяют. Как только мы вернемся, меня признают, и мы сможем начать там новую жизнь. Ты слеп? Признают как кого? Капитан Маршалл командует этим кораблем. Он будет героем. А ты лишь первый помощник. Слава достанется всем. Джим поделится, я знаю. Ты не понимаешь, как это тебя использует? У него бы получилось без тебя. Кто спас корабль, когда мы оказались ловушке? А кто спас мне жизнь? Стоило ли это того? Ты сам сказал, что не можешь жить без меня. А я не могу жить без того, что украшает жизнь женщины. Выбирай, Бен. Десять миллионов, и я или ничего. Безумие. Ты будешь психом, если сдашься, не попытавшись. У тебя был план. Так держись его. Так будет лучше. Крюк ждет твоей команды, уже поздно их останавливать. Если у нас не получится, веселиться – это некрасивая смерть, моя Лесли. Мы ждали такого шанса так долго. А ты говоришь о провале. Я найду Крюка. Завтра ночью мы будем у Изоры. Нужно брать корабль тогда. Нам останется переплыть еще весь океан. Стоит нам встретить британский корабль, и нам конец. Мне не нравится этот тон, капитан. А я не люблю вмешательство. Мы либо делаем по-моему, либо не делаем вообще. Каков ваш план? Действуем так. От Изоры. Маршал поплывет по этому маршруту. В этом месте он поменяет курс и пойдет на северо-восток. Захватывать корабль логично только здесь. По-моему, хороший план. А что с якорем? Расплавим на слитке. А с капитаном Маршалом что будет? Маршал, оставь мне. Что-нибудь еще? Да ладно тебе, Крюк. Мы были с капитаном Олдриджем раньше. Я буду с ним и сейчас. И тебе советую. Согласен. Принимайте смену. Нам 24 километра до Багам. Будем менять курс на север. Сохраняем прежний курс до полуночи. Хороший ветер, не потерять бы его. Через пять дней будем дома. Хорошо вернуться домой, Бен. Да. Знаешь, меня кое-что беспокоит. И что это? Ты должен был быть капитаном этого корабля. Когда мы вернемся, у тебя будет этот статус. Ты его заслужил. Я не могу его принять. Я настаиваю. Простите, капитан. Там пушка застряла. Вы не могли бы посмотреть? Я по-другому не согласен, Бен. Посмотрим, что ты скажешь завтра. И где она состряла? Ничего не состряла. Все, тип-топ, капитан. Мы приближаемся к Багамам. Когда меняем курс? Восемь. Сегодня будет темно. Какой сигнал? Я дам его тебе. Давайте сейчас, капитан. Восемь часов я буду дежурить. Это и будет сигнал. Подойдет. Бен? Оставь меня, Лесли. Твоя смена через пару минут. Знаю. О чем ты беспокоишься? Люди хорошо вооружены, пушки работают. Я знаю. Мы не пожалеем, Бен. Мы можем поплыть на Бали. За это золото мы можем купить себе новое будущее. Ночь работает на нас. Пись, торопись, Бен. Пойдем. Пойдем. Капитан, на корабле мятеж. Следуй курсу. 30 градусов на восток. Сэр, у нас мятеж. Не двигайся. Я буду стрелять. Капи. Встань у руля. Что ты наделал, Бен? Отведите его вниз. Это лучше Грога, да? У него тут склад всего этого. Это Джим типа настоящий джентльмен. Входи, Лесли. Знакомься. Это новые корабельные офицеры. Выгони их отсюда, Бен. Пожалуйста. Слышали, леди? Давайте обратно. На камбуз. Ты тоже пошел. А ты чего стоишь? Я? Я теперь второй помощник. Ну да, конечно. Первый помощник, Крюк. Ваш верный слуга, моя леди. Не думаю, что леди понравилось ваше мародерство, Крюк. Они хорошие ребята, капитан. Просто они очень обрадовались. Я их контролирую. Проверь охрану. Проверь все оружие и сложи его в оружейную. Установи порядок. Кто его нарушит, получит 20 плетей. Да, сэр. Что ты сделал с маршалом? Он в трюме. А команда? Они тоже в трюме. Что мы с ними сделаем потом? Когда доплывем до берега, я их освобожу. И маршала? Я к нему отношусь, как и ко всем остальным. Но он не как остальные. Он потерял свою свободу и корабль. Он тебе этого не забудет. Ты предлагаешь убить его? А нет, он убьет тебя. Пусть сначала найдет на другом конце мира меня. Но он не сдастся, пока не найдет тебя. Я бы так поступила. Я рискну. Крюки остальные это не одобрят. Сам не убьешь его. Они убьют. Проверял, удобно ли капитану маршал, сэр. Вперед, Бен. Покончи с этим. Чего ты ждешь? Мне не нужны свидетели. Залезай сюда. Вот тебе компас. Мы в 80 километрах от берега. Запад, северо-запад. Это твой шанс. Вперед. Теперь мы квиты. Не кончена виселица, Бен. КОНЕЦ Простите, что сомневался вам, капитан. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Эндрю! Приведи папу! Где я? Ньюфаунлен, Джорджия. Как долго? Уже почти неделю. Я был бессознанным. Неделю? Ты бредил во сне. Мы связались с флотом, как ты просил. Тихо, 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 лежи. Тебе нужен отдых. Ты не в состоянии двигаться. Папа, они идут! Вы капитан Джеймс Маршалл? Да. Американское судно захвачено? Да. У меня есть для вас приказы, которые нужно исполнить как можно быстрее. Капитан, они уходят с золотом. У меня приказы, капитан Маршалл. Предлагаете их нарушить? Я предлагаю сказать про 10 миллионов золотом. Есть лишь одно место, где Олдридж может его слить. Бруклина, Лобама. Он уже там. Его нужно остановить, пока он не продал якорь. Но вы сказали неделю. Это время они переплавляли якорь. У него маленькая команда. Если выйдем сейчас, перехватим. Вы так думаете? Идет война с британцами. Нам очень нужно это золото. Что нам терять, сэр? Прошу, выходим сейчас. Это может решить исход войны. Хорошо, берем новый курс. Юго-восток-восток. Плывем в Обаму. Спасибо, сэр. Да, был похожий корабль. Пять дней назад проплыл мимо. Пять дней. Большая фора. Плывем на всех парусах. Если будет такой ветер, у нас есть шанс. Должен быть. Олдридж не будет продавать золото открытую. Он его сначала переплавит, а потом попытается сбыть на Карибах. Карибы — это много островов. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Поспрашиваем на месте. Такой корабль не мог пройти незаметно. Куда нам укажут, там мы и будем искать. Попробуем. Земля! Прямо по курсу Земля! Земля! Нашли их следы? Они отплыли три дня назад в направлении Ованы. Ована в двух днях пути. Мы их не догоним. Это все же шанс. Британский корабль «Британика» охраняет вход в Овану. Корабль боевой. Олдриджу. Не пройти мимо него. Там весь берег в рифах. Он может повторить старый трюк. Как думаете, что сделает Олдридж? Лэмбер. Хорошее место, чтобы сбыть переплавленный якорь. Пойдет, все равно гадаем. Мистер Стоун, держим курс на Лэмбер. Держим курс на Лэмбер. Видел? Этот корабль проплывал мимо. Только вчера. Я даже имя его запомнил. Как он назывался? Батист Брейн. Первое, что сделал Олдридж, это поменял имя. Вы взошли на борт? Мне этого никто не разрешил. Я хотел продать им рыбу. Но они хотели только ром. А их английский. Было что-нибудь странное? Да нет, разговаривали они как кучка пиратов. Особенно мужик с крюком вместо руки. Он их всех погонял. Это точно они. Сегодня полнолуние. Сложно будет застать их врасплох. Может, не так сложно, как кажется. Сколько у вас на борту Рома? Это последний. Сложите нормально. Золото на борту, капитан. Можем отплывать через час. Почему не потушил костер? Он не очень большой, сам потухнет. Британика ходит в этих водах. Я не хочу, чтобы нас заметили. Потушите костер. Но дым отнесет к ним, капитан. Не в такой штиль. Ветра до утра не будет. Вы откладываете наши деньги еще на день. Я хочу, чтобы у команды была жесткая дисциплина. Удвойте охрану на палубе и возле трюма. Касательно пленников. Сколько они еще будут с нами? Высадим их. Как только выйдем из гавани, можем высадить их здесь. Это приказ. Да, сэр. Мы были вместе, Крюк. Капитан в каюте? Да. Когда он не смотрит? Ты говоришь, что я вор? Нет, конечно, Крюк. Все знают, ты честный человек. Мы все здесь такие. Вот получим свои доли, и я покажу вам, как живут джентльмены. Крюк, тут снова тот рыбак. Скажи, пусть утопится. Он сказал, что у него есть ром. Ром? Следи за капитаном. Ладно. Что продаешь на этот раз? Вы сказали, что хотите рома. Так вот, я его привез. Поднимайся. О нет, сначала деньги. И не мелочь какую-нибудь. Золотом возьмешь? Золотом. С удовольствием. Дадим ему слиток. Но маленький. Но приказы капитана. Да кто там хватит со маленького слитка? Иди, давай. Бен, команда напилась. Откуда они взяли выпивку на корабле? Наверное, где-то спрятали. Дадим ему слиток. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Снимите людей с корабля как можно скорее ДимаTorzok 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 она взорвется. Примерно на 30 метров. При скорости два узла придется попотеть. Закрывай люк. Настоящий гроб, говорю вам. Вы правы. Мы должны подойти к Британике через 17 минут. Когда я всплыву, выгляни в люк и скажи мне их направление. Восток. Четверть восток. Стоп. Вот так, вот так, а не на прицеле. Можем погружаться. Загружай торпеду. Какое расстояние? Примерно 150 метров. Следи за компасом, чтобы держать курс. Мы будем у Британики через 120 секунд. Они сейчас доберутся до нашего корабля. Будь готов. Контакт будет в любую секунду. Поджигай. Поджигай. Запускай. Запускай. Опускай. 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 КОНЕЦ Мы не можем всплыть! Люк! Вылезай первым! Бен! Бен! КОНЕЦ Мы будем дома до ночи, капитан! КАПИТАН ОЛДРИДЖ ПОГИБ ИСПОЛНЯЕ СВОЙ ДОЛГ Это всё, что должны знать дома Да, сэр СОГЛАСИН СПАСИБО! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ